всем привет ну что друзья идем к морю моей проторенной дорожкой вот сейчас переключу камеру и будем смотреть что здесь новенького стало за три месяца техникум отель все на месте обломанные ветки елочные так и тут у нас что корт стоит на месте отель уже конечно закрыт давным-давно то я делась тепло шапку потому что пошли в лиду и голова замерзла сейчас думаю моря будет еще холоднее отдела ради вас бегу 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 к морю мы только приехали из магазина лидова я сразу распаковала все и сейчас к морю хочу сама пути посмотреть и вам показать детвора вот всем одеваю такие безрукавки чтоб их видно было где не носятся и гуляют потом всегда куча собрать хорошая идея кстати парк единственное что новенькое что все осыпалось все осыпалось небо голубое деревья у нас дерево такое растет и у нас люди собирают замачивают спирту забыла как называется это дерево у меня мама тоже любила однородные средства и от суставов на суставы прикладывал на колени на все гляньте сколько все усыпано яблоками этими но это не яблоки не айвайта видите на дереве сколько их так и наш проход на пляж так интересно уезжала еще все было рабочие душевые пальма завалилась море морюшка вы сейчас не обращайте на меня внимание от моих таких возрастов и когда меняешь обстановку своей жизни попробуйте первые ну неделька точно вы в такой эйфории будете как я и даже вот такое море казалось бы ну что здесь такого море как море а она все равно приносит много радости какой-то всплеск а в этом году ну посмотрите что-то происходит нету бугра что происходит в городе кто знает или они сюда еще не дошли может там пойду в следующий раз туда в ту сторону в мосту может там весь бугор этот но что-то в городе происходит каждый год делают из песка бугор чтобы море не разрушала пляж ну как вам море красотища но смотрите какая красота не души как всегда обожаю обожаю бургасский пляж особенно этот дикий так ну что давайте сейчас буду идти пока прогулку свою совершать я вам буду какие красивые облака и тут голубое небо ой и море шикарная картинка надо сделать фото рассказываю подробный рассказ о моей поездки о нашей поездки из россии в болгарию значит первый полет у нас был она по москва самолет был полностью укомплектован не было ни одного свободного места и большой такой причем был самолет по моему авиа бустом какой-то мы с роль посмотрели сто семьдесят шесть по моему мест но это не так важно сидение друзья вот внутренние рейсы я уже заметила внутренние рейсы они так сиденья сдвигают близко потому что билеты недорогие там по пять по шесть тысяч из москвы до анапы и они экономят видать больше людей пакуют в самолет и роль просто впритык впритык сидел коленями в сиденье это еще благодаря что впереди сидящий не опустил кресло если бы он опустил кресло то все роль бы я не знаю как бы он сидел и вот этот факт он конечно сыграл потом позже свою негативную роль то что вот отмучился он металладная маленькая а он конечно мучился и хорошо что этот полет длился два часа а не так как например в болгарию 3 3 10 3 20 по моему улететь надо из москвы до болгарии в общем прилетели мы пошли быстренько я уже знала куда идти лаборатория архимед все было проплачено они немножечко там поменяли об перестановку сделали но никого не было вообще никого не было в прошлый раз была огромная очередь в этот раз вообще никого не было мы пришли отсканировали наши такие коды там были все что оплачено взяли в этот раз мазок брали из глотки и носа прошлый раз у меня брали только из носа вот в этот раз и оттуда и оттуда и цена уже была дороже конечно я сдавала пцр тест полгода назад он стоил 2700 экспресс пцр тест но это самая дешевая лаборатория которая есть дома дедово дома едва их на данный момент час три три лаборатории я нашла может и больше я не знаю я нашла 3 вот было 2 2700 сейчас стоит такой тест 3000 ровно с человека все мы сдали и сразу пошли на остановку стоял наш микроавтобус мы загрузились приехали в отель быстренько вот что что в этом аэро отель никогда не бывает проблем бронь есть они паспорт даешь и даже вообще ничего не слова можно не говорить они по паспорту набирают сразу высвечивается все оплата высветилась они сер копируют паспорт потом миграционную карту никаких тестов ничего вообще не спрашивали не про прививки вообще ничего тапочки нужны до нужные зубная щетка паста нужно да нужно все ужин стоит 600 рублей завтрак стоит 750 ну завтрак в этот раз был намного лучше чем предыдущие разы в этот раз и было семга малосольная еще какая-то рыба малосольная и разнообразие было молочки там и кефир и йогурт и какой-то творожок с фруктами и разные были сосиски никакой гречи как прошлый раз и гречи этом и что-то еще было вообще такое что зря что вот осталось у них служена то они и поставили вообще вы дошла до своего места то я иду с непривычки запыхалась с такой отдышкой развернуться надо выжили стоят мои кораблики правда такие уже зачуханные блин черные а мы поужинали поднялись к себе в номер полежали посмотрели телевизор и через два часа поехали опять в аэропорт за нашими анализами приехали мы что-то получили свои пицер тесты все хорошо и сразу же думаю пойду спрошу может быть можно зарегистрироваться чтоб нам завтра с утра уже до 12 побыть в отеле и потом уже с отеля сразу ехать на в аэропорт на паспортный контроль и на так мы с ним и сделал я подошла спросил сказать да конечно можно вырегистрироваться уже сегодня вечером без проблем а и вошли мы регистрироваться и вот сыграл значит этот момент что рульф замучился сидеть в этом узком самолете подожди мы регистрироваться она говорит вы знаете самолет полный я хочу вам предложить места места хорошие широкие и еще посмотрю может что то есть бизнес классе я могу вам бизнес-класс предложить она посмотрела бизнес-класс говорит ой нет бизнес класса одно место осталось потом там есть сразу первые места самые широкие они тоже все уже разобраны ничего нету я вам хочу предложить другие есть места тоже они хорошие они пошире между сиденьями пошире стоит тысяча пятьдесят рублей у вас карта оплатить евро рульфу хочешь чуть-чуть пошире будет там надо чуть доплатить он говорит ну давай он сначала горну два бизнес-класса может быть она нет только одно место он как нет один день и пойду в общем мы согласились пошли в кассу так как у него карточкой только оплачивать надо ну там на регистрации надо было идти в кассу я пошла в кассу мы оплатили 1000 рублей все к ней подошли она такая была приветливая такая вежливая и мой самолет вы знаете самолет будет полный полный прям я смотрю уже мест очень мало осталось очень мало мест вот и в итоге друзья когда мы зашли в самолет и как-то увидела наш ряд короче мы купили свои собственные места мы купили они ничем не отличаются от других мест и потом самолет был одна треть самолета было пустых ну одна треть то есть получается в каждом ряду было одно свободное место и были ряды где общечь сидела по одному человеку то есть самолет был но не наполовину пуска там некоторые вообще лежала два человека вообще лежали полностью на рядах но с дрыхли и я такая говорю от рольф нас короче обдурили обдурили мы купили вообще я никогда не выбираю места потому что нам в принципе вообще пофиг где сидеть какая разница мы с ним уже на разных местах сидели господи три часа короче говоря нас два раза обманули первый раз это то что самолет полный он оказался неполный а второй раз то что у нас будут какие-то особые места никаких особых мест у нас не было самые обыкновенные как и всех у других и мы бы эти места получили бы спокойно не платя эту тысячу так что это кому кому-то может быть информация пригодится не ведитесь вот я с этим столкнулась первый раз я даже не могла подумать у нас могут развести обмануть вот ну вот в москве так получилось самолет был конечно вот много мест свободных им видать был дан указ стараться как можно больше продать выбор места получается мы как бы выбрали себе место хотя не все одинаковые мы все равно его получили бы и без этой тысячи вот но так как у меня по гороскопу стояла все равно что меня разведут или а что-то потеряю так лучше пускай так если вы ну наверно нужнее это тысяча пускай они получили ее от нас подарок вот мы в принципе так посмеялись ним верну это нам урок на будущее все и ну и все и долетели вообще отлично без всякой тряски было без ничего хотя были такие облака мы почти всю дорогу от москвы вот этот как раз циклон который потом найти такое ощущение что вообще повезло нам вот мы взлетели и кто-то взял включил кнопку этому урагану и этот ураган полностью накрыл все места где мы пролетали это и крым и в керчи был шторм ужасный и она по всю залила и в общем и в москве потом что творилось представляете какой снег это сколько самолетов задержали а у нас просто тютелька в тютельку у нас получается виза была до 30 числа декабря все это самолеты отменили то есть это означает то что мы зашли туда в транзитную зону и нам уже оттуда выходить нельзя было до тех пор пока мы не найдем на чем вообще покинуть страну что еще мне не очень нравится мы в домодедово вот я в тот раз уезжала был такой прям доскональный досмотр моего паспорта но без всяких вопросов левых а в этот раз что меня что рульфа просто проверяли опять и каждую страницу паспорта под лупой проверяла визу там видать какие-то у них свои есть места где нужно проверять виза потом стала задавать вопросы ваше имя как вас зовут наталья потом можете ли вы по-русски рюда могу так маску снимите и не надевайте до тех пор пока вы не получите паспорт назад окей потом стала задавать вопросы потом что вы делали в россии ухаживала за папой а почему вы летите в болгарию потому что мы там проживаем и к с лупой каждую страницу и причем я уже прошла нам не про в принципе позадавала все вопросы да там проверяла что это в интернете но в компьютере набирала проверяла может мы где-то какие-то штрафы есть у нас или еще что-то но чем они же проверяются подноготную я уже прошла а так как роль вообще что будем будем по-русски он еще дольше стоял он долго стоял 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 я устояла ждала она может еще знаете смотрит на меня что я все время оборачиваюсь смотрю где роль чтобы он меня не потерял и она подумала что я может паникую или еще что так что-то скрываю они что же смотрят на мимику на все это же психология как человек себя ведет вот и она на меня видать смотрят что я все время оборачиваюсь куда-то смотрю вот но я молча не стала ничего говорить и там у меня муж и все но такой доскональный досмотр общение по-детски это вот только в домодедово я больше не в одной стране мира даже в шереметьево в москве такого я не встречала мы даже в пандемию прилетали с мариной и вообще без проблем как-то у нас все проверили как то по-человечески все было более-менее прилетели мы в бургас перед паспортным контролем у нас проверили пцр тесты подошли на паспортный контроль нас перенаправили как граждан евросоюза на автоматическую то есть электронная проверка паспорта мы вообще в очереди не стояли все вышли и поехали домой на 15 в пустом автобусе все друзья немножко вам видов черного моря болгарского с болгарского побережья такой красоты такое небо шикарное все рассказала все что хотела про нашу поездку и теперь домой на обед всем пока